МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Первом Карагандинском, как всегда, в это время новости. Давайте вместе посмотрим, каким увидели сегодняшний день наши корреспонденты. В этой студии работает Сергей Высокосов. Почему автобусы ходят не по графику, а автовокзал жалуется на убытки? Вы узнаете через пару секунд. Создается аварийная ситуация, как говорится, угроза для пассажиров. Здесь детьми и под колеса, и все. Они, как городские автобусы, дублируют. В то время вместо двух остановок они делают 5-6. Более 10 ножевых ранений нанесли 28-летнему таксисту трое неизвестных. С шоколадом много не бывает, так говорят в музее шоколада Николя. Не шоколадные здесь только полы, стены и столы. Общественный транспорт в Караганде становится роскошью. Жители со всей области пишут к нам в редакцию. Жалобы на большие перерывы между рейсами, а то и вовсе отсутствие автобусов. Водители доказывают свое. Поездки в отдаленные поселки не перспективны, они не окупаются. Автовокзал шахтерской столицы не покрывает убытки. А чиновники города поясняют, деньги на поддержку автопарков все-таки выделяются. Во всей этой дорожной кутерьме разбиралась Аим Амрина. Шахан – это поселок. Допустим, сейчас начинается летний период. Люди хотят в кино, в цифр, детей куда-то свозить. И это просто тема дня. Татьяна Заныча живет в Саране. Автобусом пользуется постоянно. Женщина простояла на остановке больше получаса. Автобус задерживался. По словам Татьяны, она уже привыкла к таким долгим ожиданиям. Когда время не терпит, приходится ехать на такси. Она отметила, особенно трудно добираться до поселка Шахан. Ведь туда едет только 127-й автобус. И то с перебоями. Я бы хотела, чтобы улучшили они наконец-то дорогу между Шаханом и Саранью. Восстановили мост. Это прям главная проблема сейчас, которая стоит. Потому что там живут наши работники, наши друзья. И они просто не могут нормально даже выбраться ни в город, никуда. Такие же жалобы поступают от жителей города Абай. Перебои происходят с 122-м автобусом. А вот у сотрудников автовокзала своя печаль. Они жалуются, что деньги уходят мимо их кассы. У нас здесь есть новая остановка ЖД вокзал. Там предусмотрена, есть табличка, какие городские маршруты могут там останавливаться. Однако в нарушении схемы, в нарушении расписания, эти же водители пригородных маршрутов останавливаются там незаконно, чтобы собрать этих пассажиров безбилетных. Далее, там есть пешеходный переход. Однако же, пропуская пешеходов, они открывают двери и опять запускают пассажиров. Перебои в графике прокомментировал водитель 122-го автобуса. Водитель со стажем рассказал причину больших перерывов. Все из-за того, что им постоянно поднимают план. Они в день должны сдавать 42 тысячи деньги автопарку. А сами нередко остаются без зарплаты. Поэтому многие водители не выдерживают и увольняются. Вчера в рейс вышло всего 8 автобусов. Перебои в графике курсирования общественного транспорта в Акимате города опровергли. Со слов чиновников, междугородние маршруты работают по графику. Они рассказали, что в 2016 году на поддержку пригородных маршрутов автопаркам выделено около 98 миллионов тенге. В зимний период у нас была нехватка. У них не ссылались на нехватку водителей. Соответственно, водитель просто не может добрать план. И просто не работали там. Сейчас уже ситуация стабилизировалась. Вот когда у них были водители, тоже требовали снижения плана. Оно было и по пригородным маршрутам тоже снижилось. И у нас дополнительно мы субсидируем эти пригородные маршруты. По всем маршрутам, согласно требованию правил субсидирования, выплачиваются денежные дотации из бюджета областного бюджета. Также, согласно меморандуму между перевозчиком и Акиматом, автопарки должны обновлять автобусы. Если раньше на дорогах можно было встретить автобусы с 15-20-летним пробегом, то сейчас их возраст помолодел до 9-10 лет. Правда, в этом году новые машины не закупались из-за скачка курса доллара. В случае нарушения каких-то действий со стороны водителя и кондуктора, грубое обращение, курение за рулем, разговоры по сотовому телефону, обращайтесь в отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильного дорога города Караганды. Бульвар Мира 39, городской номер 42-59-79-50-40-64. А в поселке Старая Тихоновка общественный транспорт вообще роскошь. Там курсирует только 15-й автобус из Пришахтинска. Старенький Пазик ходит лишь до 6 вечера, и то только по будням, и с перерывом на обед. Жители поселка пишут просьбы заметить их и помочь решить проблему. А имам Ренажахслуг Нуртай Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде убили таксиста. Трое неизвестных нанесли ему более 10 ножевых ранений. 28-летнего работника местного таксопарка госпитализировали, но, к сожалению, спасти его не удалось. 21 апреля было совершено нападение на 28-летнего таксиста. Трое пассажиров сели в машину частного таксопарка в Майкудуке в районе автомобильного комплекса «Форсаж». Машина направилась в сторону Михайловки. По всей вероятности, чтобы спастись, таксист выпрыгнул из машины. Преступники скрылись на его автомобиле. По словам коллег, работников данной фирмы таксистам разослали сообщение с ориентировкой на машину потерпевшего. Раньше, допустим, как было, в такси 15 машин работают, с ними знакомишься, с ребятами. И были случаи, когда, допустим, были какие-то нападения, ты по рации успеваешь сообщить, они могут подъехать быстро. Ну, были такие случаи. По сообщению отечественного СМИ, Первый канал Евразия публиковал информацию о том, что произошла серия убийств. ДВД Карагантинской области официально извещают, что указанная информация не соответствует действительности. В текущем году на территории Карагандинской области других убийств таксистов не зафиксировано. Соответственно, заголовок новостей в ряде СМИ в Караганде произошла серия убийств таксистов. Является провокационным, так как среди населения области вызвало общественный резонанс. Для раскрытия данного преступления руководством ДВД Карагандинской области создана оперативно-радостная группа из числа опытных сотрудников криминальных и следственных подразделений. В областном управлении здравоохранения сообщили, что потерпевшего в критическом состоянии привезли в городскую больницу номер один около 6 часов утра. Все ножевые ранения были сзади, с правой стороны и больше всего били в грудную клетку. Мужчину сразу начали оперировать. По словам врачей, потерпевший потерял много крови и скончался от ДВС-синдрома. Раны были несовместимы с жизнью. Около 250 килограммов составил незаконный улов рыбака из Карагандинского региона. 21 апреля при проведении рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Нерест». Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя Карагандинской области. В его автомобиле марки УАЗ было обнаружено 5 мешков незаконно пойманной рыбы, таких как сазан, сом, судак. На немалый улов не было соответствующих документов. Сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы ДВД области задержали браконьеров на автодороге Балхаш-Саяк. Данный факт был зарегистрирован. Проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты. Причиненный ущерб устанавливается. Назначены соответствующие экспертизы. Вот уже больше 4 месяцев родные, близкие и полицейские разыскивают 37-летнего Манасова Анара Барамбаевича. Житель Каркаролинского района пропал без вести 24 декабря прошлого года. Он уроженец поселка Карагайлы, имеет инвалидность. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Приметы. Рост 170-175 см, среднего телосложения, глаза голубые, нос прямой, губы полные, стрижка короткая. Был одет в светлую рубашку с темным воротником, белосерый джемпер, камуфляжный бушлат с воротником черного цвета, трико теплое, черное, носки черные, обувь и вязаная шапка темного цвета. Всех лиц, владеющих информацией о его местонахождении, просим обращаться по адресу. За этот год произошло уже семь возгораний в Бухар-Жураусском районе общей площадью 129 гектаров. Они были ликвидированы силами добровольных пожарных формирований. В Караганде прошел брифинг с представителями средств массовой информации на тему пожароопасный период. Начинается дачный сезон, время пикников на природе, а также субботников, где зачастую жители не задумываются о последствиях, сжигая сухую траву и ветки. А в сельской местности начинаются весенние полевые работы, в ходе которых из года в год нарушается немало правил пожарной безопасности, из-за чего производится неконтролируемый отжиг. Фермерам, христианским хозяйствам убедительно просим уведомлять органы противопожарной службы, также ДЧС о предстоящих отжигах. В 2015 году на территории Карагандинской области произошло 20 лесных пожаров на общей площади 103 гектара и 28 степных пожаров на общей площади 145 тысяч гектаров. Зарегистрировано 342 случая загораний на общей площади 9296 гектаров. Так, для ликвидации данных пожаров на территории области в текущем году создано 756 добровольных противопожарных формирований с общей численностью 11 384 человек. На вооружении имеется 18 единиц пожарных автомобилей и 2221 единицы приспособленной техники. Нужно помнить, что не допускается разведение костров в сухую ветреную погоду. Если же погода позволяет, разжигая костер, соблюдайте простые правила. Место для костра выбирайте подальше от деревьев. Желательно, чтобы вблизи была вода. В качестве естественного препятствия вокруг кострища положите аккуратно снятый верхний слой почвы. Ни в коем случае не кидайте в костер флакончики или баллончики. Они могут взорваться. Тоже стекло может сфокусировать, допустим, солнечные лучи, произойти пожар. Та же машина ехала, выбросили опорок. При благоприятных условиях развился пожар. То есть все это происходит от человеческого воздействия на природу. Акимом Карагандинской области был утвержден план мероприятий по профилактике лесных пожаров. Проводятся подворовые обходы, разъяснительные встречи с карагандинцами, выступления в СМИ. А в учебных заведениях проводятся специальные уроки с учащимися. Данные мероприятия направлены на предупреждение пожаров. Екатерина Афанасьева, Исламбека, спан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. А сейчас прервемся на небольшую рекламу. Не отходите далеко от телевизоров. Мы снова продолжим свой выпуск. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Бухар-Жараусском районе состоялся юбилейный вечер, посвященный 40-летию централизованной библиотечной системе. В поселке Ботокара собрались ветераны библиотечного дела, постоянные читатели и жители района. В Доме культуры для всех гостей приготовили концертную программу, а в фойе развернулась выставка фотографий прошлых лет. В централизованную библиотечную систему входит 40 библиотек, 2 районы и 38 сельских. При организации ЦБС трудилось 56 специализированных работников. На сегодняшний день работают 68 человек. Сегодня в централизованную библиотечную систему входит 25 тысяч читателей. Книжный фонд составляет 387 тысяч книг. На сегодняшний день у нас открылись новые современные библиотеки. Это наши модельные библиотеки. Они оснащены все новой современной техникой, то есть компьютерами, подключены к интернету. Выходят все пользователи в интернет. В модельных библиотеках работают по два библиотекаря. Это новый модельный стандарт библиотек. Любовь Кисиль была почетным гостем на праздничном вечере. Она проработала в библиотеке села Туху-Скудук 42 года. Считает свою профессию интересной, ведь мы общаемся с людьми, узнаем о вкусах каждого. Листая книги, узнаем много нового и познавательного, уверяет Любовь Кисиль. Я хочу сегодня поздравить всех библиотекарей с этой прекрасной датой, пожелать им творческих успехов, также равняться на нашу юбиляршу, то есть 40 лет в системе, проработать столько же лет и больше здоровья, счастья, взаимопонимания всем. В завершение вечера ветеранам подарили почетные грамоты и подарки. Асяль Сазамбаева, Жаксолок Нурта и Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Шымкенские музыканты выступили на одной из главных сцен области. В Карагандинском областном казахском драматическом театре имени Сакена Сифулина прошел гала-концерт. Его посетил и Аким области Нурмахабет Абдебеков. Чем удивили гости карагандинского зрителя в следующем сюжете. В том, что этот концерт посвящен теме независимости нашей страны, сильному государству Менгелик Йелл, нет ничего удивительного. Ведь 25 лет назад была воплощена в жизнь многовековая мечта народа о свободе и независимости. Напомним, 270 культурных деятелей приехало в Караганду, 150 из них – представители областной филармонии имени Шамши Калдаякова. Карагандинцы очень хорошо восприняли нашу программу. Нам выпала возможность подарить зрителю счастье и смех. Мы уже провели выставку, цирк, и вот сегодня концерт. На сцене Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфулина под музыкальное сопровождение звучали национальные песни, танцы и добрые слова для наших горожан. Алимжан Маменов исполнил не одну красиво звучащую песню. Парень занимается музыкой с детства, а в Караганду он приехал впервые. Мне очень понравилось в Караганде, хороший, красивый город, и нам было приятно радовать зрителя. Правда, вот погода здесь мне не по душе, слишком ветрено, уже успели простудиться, но бывает, удовольствия от выступления все равно больше. Сегодня южноказахстанские гости покажут свое последнее выступление на сцене Карагандинского театра, а уже завтра отправятся обратно в теплые края. Екатерина Афанасьева, Жекс, Лык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. А карагандинские учителя провели показательные уроки для своих коллег из других областей. В специализированной школе-интернат имени Нигмета Нурмакова уже давно практикуют обучение на английском языке. В Караганде прошел международный научно-практический семинар, на котором обсудили проблемы методического аспекта полиязычного образования в системе средней и высшей школы. Встреча учителей длилась пять дней. Были приглашены 60 преподавателей высших заведений и средних школ из нескольких регионов Казахстана. Оксана Белоус приехала из Астаны. В одной из столичных школ она работает психологом, но для себя посчитала нужным посмотреть, как проходят занятия с детьми и на других школьных предметах. Оксана говорит, что такой семинар полезен не только для учителей, но и для учеников, ведь их будущее зависит от полученных знаний в учебных заведениях. Это действительно веяние времени. Сейчас необходимо, чтобы каждый ребенок чувствовал себя востребованным, в первую очередь, чтобы выпускники самой обычной школы могли найти свое место в жизни и самореализоваться как творческая личность. Мастер-классы на английском, русском и казахском языках провели учителя школы Нурмакова. В плане «Нации 100 шагов» указано, что необходимо разработать программу развития трехязычия в Казахстане. Как проводить уроки на трех языках? Как найти подход к ученикам? Об этом и многом другом узнали учителя. В данный момент они сейчас присутствуют, они смотрят методику преподавания английского языка, казахского и русского. После обеда у нас будет дискуссионная площадка. Каждый будет задавать вопросы, получать на них соответствующие ответы. Мы будем обмениваться опытом, именно практическим. Каждый учитель за время своей работы накапливает большой опыт. На семинаре преподаватели из других регионов не только обучались, но и поделились своими знаниями с карагандинскими педагогами. Лариса Хусынова, Сламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде открылась выставка «Музей шоколада Николя». Это авторская экспозиция известного шоколатье Николая Попова. Со своей коллекцией он путешествует по всему миру. Уже свыше 500 тысяч человек смогли полюбоваться его работами. Теперь у карагандинцев тоже есть такая возможность. В Караганду шоколатье привез более 200 шоколадных произведений искусства. Если их взвесить, то получится более 700 килограммов чистого шоколада и марципана. Здесь и миниатюрные скульптуры, и масштабные инсталляции. Часть работ, а если быть более точными, то около 70 шоколадных экспонатов кондитер посвятил Казахстану. Например, герб, флаг и национальную одежду. А самым крупным экспонатом выставки является точная шоколадная копия двери Центрального государственного музея Республики Казахстан. Весит она 140 килограммов. Автор любит создавать интересные исторические предметы и демонстрировать их всему миру. Ваше золото Казахстана, которое сделано здесь, сейчас одновременно показано и в Азербайджане, и в России, и в музеях. Оно представляет вашу страну и рассказывает свою историю о этом изделии. Переходя порог этого зала, нужно набраться немало сил и воли. Экспонаты здесь хоть и съедобные, но дегустировать их запрещено. Впрочем, в день открытия решили сделать исключение и подсластить жизнь посетителей. Посетители выставки были приятно удивлены работами. Ева Малахова вовсе не ожидала, что из шоколада можно воссоздавать точные копии различных предметов. Особенно девушке понравились экспонаты, связанные с символикой нашей республики. Замечательная выставка. Николай Попов действительно очень удивительный человек, что видно, что он занимается своим делом, он очень любит свое дело. Я, допустим, единственного человека, шоколатье, которого, в принципе, вижу вот живую. Я очень рада побывать на его выставке. Это очень удивительно и поразительно видеть вещи, которые из шоколада, конечно, соблазн большой прикоснуться, и они со стороны смотрятся очень аппетитно, так сказать. Женщин порадует коллекция шоколадной посуды, мужчины смогут оценить древнее оружие, ну, а дети – волшебные предметы из сказок. Выставка продлится до 15 мая в стенах Карагандинского областного историко-краеведческого музея. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый Карагандинский. Геннадий Головкин, 3PLG. Сейчас спортсмена знает весь мир. За плечами 34-летнего боксера 34 боя на профессиональном ринге и все с победами. Из них 31 нокаута. Это его фишка. 23 апреля в США чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO, WBC в среднем весе Геннадий Головкин проведет поединок против Доминика Уайда. Это будет юбилейный 35-й бой. По казахстанскому времени он пройдет в воскресенье утром 24 апреля. В прямом эфире его покажет телеканал «Казахстан». Начало трансляции вечера бокса в 7 часов 20 минут по времени Астаны. Мы решили перелистать историю, вернуться на несколько лет назад и вспомнить, как все начиналось. Давайте посетим те места, где будущий чемпион делал первые шаги. У Головкина Геннадия и Головкина Максима была классным руководителем 4 года. За это время, конечно, по силу возможностей они занимались. Они не были хорошистами, не были отличниками, но в спорте были молодцы. Ну, это начиналось в этом училище, в этом колледже. Ему было, им было 8 лет, Генне было 8 лет. Он пришел ко мне первый раз в этот спортивный зал. И это все начиналось потом. Сказка и пошла, и пошла, и пошла. В школе Гена во всех видах спорта участвовал. Баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика. Везде принимал активное участие. Полную версию репортажа о Сельсо Занбаевой, о знаменитом Triple G смотрите завтра в 19.00 на телеканале Первый Карагандинский. Ну вот и все новости на сегодня. Смотрите нас на сайте Первого Карагандинского. И если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего вам хорошего, до свидания и счастливых выходных. Субтитры создавал DimaTorzok